До 4 августа в областном правительстве прошли экспертные слушания, главной темой которых стало строительство цементного завода китайской компании «Аньхой Кончи Цемент». Одним из поводов слушаний стала напряженная обстановка, которая сейчас складывается вокруг будущего завода. Строительство предприятий еще не началось. Даже площадка под него называется пока примерная. Но некоторые люди, ссылаясь на неких экспертов, уже рассказывают о вредных выбросах, отравленной экологии и прочих проблемах. Кто-то, подавшись слухом, даже на голодовку решился. Чтобы разобраться в ситуации, на экспертные слушания были приглашены люди, относящиеся к строительству завода по-разному. Это и противники строительства, и те, кто готов был обосновать, что цементный завод «Аньхой Кончи Цемент» будет строить только в соответствии со всеми требованиями экологического законодательства. В частности, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Паулианской области Александр Каплин прямо заявил, что строительство цементного завода может начаться только после прохождения государственной экологической экспертизы. Мы можем положить, что он будет относиться к объекту первой теплой опасности. И, соответственно, если строительство начнется после 1 января 2018 года, то, соответственно, с вступающими силами изменений, законно-экологической экспертизы, такие объекты, капитальные строительства их, должны будут проходить в связи на государственную экологическую экспертизу. Оценка, в соответствии на окружающую среду, должны проходить в любом случае, как и в объектах уже сейчас, на стадии, в том числе, выбора земельного участка и на стадии проектирования. Ему вторил и заместитель генерального директора ООО «Кончи Цемент Волга» Тун Нан Цун. Как он объяснил сначала журналистам, а потом собравшимся экспертам, компания «Конч» — это государственная корпорация, которая и в самом Китае предъявляет повышенные требования. В частности, уровень выбросов с заводов корпораций в 5 раз меньше, чем этого требуют даже европейские стандарты. Да и портить себе имидж не экологическим производством одна из крупнейших строительных компаний не собирается. Всем известно, что в Сочи и Олимпиаде ваши объекты строены нашими цементами. Мост Калифорния строили нашими цементами, в Хонжеске. Башня, аэропорт Шанхайский, который встречает всех людей, это строили нашими цементами. Почему говорю? Что Хонжескемент — это уже имидж, это имидж в мире. Мы не можем испортить свой имидж из-за какого-то одного завода. У нас уже 300 заводов в мире. Мы как из-за этого завода, что ли? Мы здесь будем везде из трубы выпустим цемент и испортить уже долготременно, построили долгоценность своими имиджами. По словам Тун Нансуна, их компания готова к диалогу с жителями. И уже сейчас инвесторы готовы перенести завод на несколько километров дальше от ближайших сел, чтобы еще уменьшить вероятность вредных последствий для экологии. А проверили эксперты и слухи о том, что строительство цементного завода отразится на грунтовых водах, а то и вообще навредит свиажскому месторождению артезианских вод. По словам специалистов Сибирской георазведочной партии «Волга-геология», меловой карьер даже не соприкасается с артезианскими водами. Коснулись на слушных и исторических вопросов. В частности того, когда впервые было принято решение о разработке мелового месторождения близ Подкуровки. По словам бывшего руководителя отдела геологии и лицензированной по Ульянской области Сергея Кравцова, решения такие были приняты еще в советское время, в 1971 году. И вопрос этот решался на высшем уровне в Совете министров СССР и в ЦК КПСС. Все это вытекает с постановления правительства, показал документы. Поэтому основания были уже, это постановление правительства было, это еще уходит в 60-е годы. Реализация была на основании постановления правительства. Они поставили в 1971 году на государственный учет и подлежали, так сказать, разработке. Никаких противопоказаний тогда по законодательству, через ГКЗ ничто не могло пройти, которое не могло пройти на государственной комиссии по запасам. Это был высший орган экспертизы. Хотелось бы услышать, что на это ответил бы один из самых главных противников строительства завода, депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куриный. Однако он на слушание не пришел, хотя изначально был заявлен в числе присутствующих. По словам его коллеги по партии Айрата Гебаддинова, Алексей Владимирович решал этот вопрос в Москве. Что ж, судя по всему, из Москвы Алексею Владимировичу виднее. Игорь Улитин, Данил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда.